Многие вещи верны просто из явных формул для решения. А дело на практике приходится иметь с вот такими уравнениями, гораздо более сложными. И поэтому надо представлять себе, что для этих уравнений сохраняется, и как вообще подходить к изучению таких уравнений. Что имеется в виду? Ну первое. Существует ли решение? Единственное. Выполняется ли для решения какие-то свойства? Вот. Какие свойства? Надо сначала посмотреть, а какие свойства были здесь? И все ли они сохранятся там? И вот, чтобы сразу почувствовать, на самом деле, даже в очень простой ситуации, добавление младших слагаемых, меняя кардинально поведение задачи, давайте такой простой пример. Вот возьмем одномерный случай. И вот такую задачу дерево поставить. Ну, наверное, вам никому не будет сложно сразу сказать решение. Правда? Это линейная функция, которая проходит через две точки. Правильно? А теперь делаем такую штуку. Добавляем, казалось бы, совершенно незабидное слагание. Видите, я не коэффициентный диспорт. В общем, ничего плохого не сделал. Потому что уравнение ничем не хуже, чем вот то. Но вот эта задача дерево, она уже не имеет решения. Давайте поймем, почему эта задача дерево не имеет решения. Вот та имеет? Да, имеет. Вот это поучительный пример. Это уже говорит обломок. Что вот это не безобидная процедура. Ну, почему она не будет решения? Это потому, что это решение, что это в кое сняксо. Да, с первого сняксо. С первого сняксо. С первого сняксо. Ну, правильно. Первый говорит, что это решение обязательно вот такого будет. Правильно? И все. Никакой единицы сделать нельзя. Это же объясняет, что потом мы увидим, что мы работаем сейчас принципа максимума. Для этого уравнения не выполнил принцип максимума. Мы потом с вами изучим, что на самом деле существование решения и принцип максимума это одно и то же. Вот значит, что на некоторой области для уравнения выполнен принцип максимум, который элементарно, кажется, вообще вот он ничего не круче у него задачи. И значит, что вы можете решить уравнение. Это в некотором смысле одно и то же. Вот. Ну, обратите внимание, такая задача не решается. Но если бы я здесь поставил бы число альфа, альфа меньше х, то эта задача бы что уже не взять? Мы смогли решить, правильно? Вот это еще один замечательный факт, который мы потом для общих упомнений изучим. На произвольной области решения может не быть. Но есть такой факт, что на маленьких областях решение есть всегда. Для каждого выполнения практически вы можете подобрать такой маленький шарик, на который вы сможете найти, построить решение. Понимаете? И более того, вы всегда можете подобрать такой маленький шарик, на котором выполняется принцип. Вот он на больших, потому что не выполняется, а локально выполняется. Это удивительный факт, потому что, в принципе, даже специалисты привыкли к тому, что вот такие локальные и глобальные ситуации, да, отличия, начинаются только в нелинейных уголовнях. Но на самом деле это имеет место в очень простых линейных задачах. Вот этот пример надо держать в уме, чтобы понимать, что вот это не из пустого места, не из пустой проблемы, начинаются все эти вопросы. А что происходит, если вы добавите еще несколько слабых рублей, расходите в более общую панельку. Теперь, что такое принцип лакции? То есть мы сегодня попробуем изучить такие, повторить кое-что повторить из того, что было в университете, но по-другому. Так обычно никто не рассказывает. А с другой стороны мы попробуем понять, а какие из этих методов, которые будут использоваться, переносятся на общую логу. Что можно будет потом трансформировать, уже независимо от того, чтобы мы работали с посты, оператором в оплассу, это более сложно. То есть мы сейчас будем говорить вот так, вот таком операторе в оплассу. Еще раз попробуем. То есть и теорему, которую можно назвать принцип максимум. будет звучать так. Пусть Омега это открытая ограниченная область. Ара. Куб Омега С2 на этой области. Пока у нас все будет гладкое, но в какой-то момент мы, естественно, от этого откажемся и будем работать с обобщенным решениями, потому что это крайняя удобность. Вот. И заодно потом пообсуждаем такие вот вещи, тоже очень удивительно, да, это наук. Оказывается, полезно сначала говорить об очень слабых решениях, которые не имеют ни производства, ничего, а понимаются в каком-то очень вопущенном смысле, а потом уже, получив, построив такое решение, доказывать, доказывать, что оно на самом деле является хорошей, гладкой функцией. Понимаете, даже на бесконечной практике. Вот это такой, такой подход, кстати, он, впервые, наверное, так вот во всем слышали, был гиберхом отлучен, когда мы одну из проблем формулировали о том, что, возможно, мы решили больше задач, расширив понятие решения. Оказалось, что это очень удачный подход. А пока будет все очень важно. Значит, пусть УСС2, если Лапласу больше гляд, то У не имеет максимум, ну, локальный максимум, локальный максимум. Внутри. 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 Вот это простое наблюдение. И есть принципы. Вам будут рассказывать его не в такой форме. Вам скажут, что там, что это достигается. Сейчас мы увидим, что это все просто следствие вот этого элементарного наблюдения. Давайте докажем. Я думаю, что многие из вас там. Что мы знаем на точку максимума? Что мы по ней знаем? Мы знаем, что матрицы вторых производных, ну, в одномерном случае, вы что сказали? Что вторые производные, они какие в точке максимума? Неположительные. Неположительные. Правильно? Ну, надо всегда держать на него. В точке максимума производные неположительные. Значит, матрица вторых производных, ну, ЦУ в точке Х0, неположительных определённых. Так. Так. А что такое приватерлоплакс? Что такое приватерлоплакс? Что такое приватерлоплакс? Это след в этой самую отрезке. Ну, если матрица не положить, то ее след может быть только каким-то. Тоже таким же, как и вся образовательность. А у нас по условию обязательно, что больше. Вот, поразительно, но это в некотором смысле напоминает, да, рассуждение из этой задачи? Прочисленное в точке 14 лет. Вот. Так вот, поразительно, вот это, пожалуй, и самое сложное утверждение сегодняшнего динара. Теперь все, что мы будем говорить, оно будет очень, на самом деле, просто. И это даже поразительно, что такое утверждение имеет столько удивительных следствий. Значит, ну, сначала несколько таких следствий, ну, важных, но, пускай более технических, чем, самая терапия. Значит, следствие. Значит, первое. Пусть ум, c2 на левую, и вещественность c на левую, пусть она непрерывна, только на границе еще. И ум на границе меньше, чем 0.0. Если лаплакс у больше 0.0, то ум меньше 0.0. Ну, это сразу получается, правда? Это из-за тебя нет, получается просто сразу. Смотрите. 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 Может мы сами скажем? У нас вообще сегодня будет только ограниченное. Как это следует? Пусть есть больше 0.0. Значит, там существует максимум внутри. Ну, во-первых, максимум внутри нет. Значит, он есть только 3. На границе. А на границе меньше 0.0. Все. Все понятно? Значит. У достигает максимума на границе. Следующее следствие. Второе. Второе. Такое. Если лаплас у вороновую, то максимум будет совпадать с максимумом на границе. И минимум. Но совпадает с минимумом на границе. Так. А это как показано? Тоже, кажется, крайне коротко. Ну, надо взять ε плюс сумму квадрата. А, да. Правильно. Надо чуть-чуть модифицировать вот этот вариант для начала. Правда? Во-первых, заметьте, что вот здесь можно поставить что-то. Больше либо равно. Значит, давайте сделаем так. Может быть, это следовало даже сделать таким следствием. Один штырь. Давайте. Сначала модифицируем. На самом деле, в первом достаточно рельта рун больше либо 0. На самом деле, строков не нравится, не надо. Как это можно сделать? Ну, вот правильно сказать. Мы просто поехали. Возьмем новую функцию. У от x. Которая будет из стороны так. У от x. А теперь, по плюсу или минусу, сейчас посмотрим. x1 в квадрате пополам. На границе амин. Ну, это ограниченная область, поэтому какое-то число. Вот. Значит, давайте посмотрим. Что происходит здесь? Во-первых, Лаплас В. Ну, это Лаплас В, правильно? Минус ε. О! И видно, что здесь надо было зеркалить. Правда? Значит, это будет больше нуля строго. Согласны? Так. А теперь давайте посмотрим, что происходит на границе. Что происходит на границе? Ну, у на границе. Первое какое? Меньше бы у нуля. Правда? А второе слагаемое на границе тоже что? Меньше у нуля. Из-за того, что мы его учили. Значит, получается, что В на границе. Меньше бы у нуля. И мы попали куда? В тот пункт это уже доказали. Значит, отсюда, по первому, вытекает, что В меньше у нуля. А устремляя ε к плюс. Теперь ε устремляем к нулю. И мы вводим, что В меньше у нуля. Нуля. Теперь как сделать второе? Как сделать второе? Ну, давайте докажем, что максимум достигается на границе. Как доказать, что максимум достигается? Ну, максимум это число какое-то. Уранжик вообще. А? Минус максимум. Ну, надо посмотреть новую функцию. Минус максимум. Это, опять, гармоническая функция. Потому что, опять, два класса от константа. Ну и всё. Эта функция на границе. Какая? Не положусь. Нет. На границе на меньшего уровня. Ну и всё. Значит, она всюду такая. Правильно? Значит, она всюду такая. Но это значит, что у не превосходит своего максимума на границе. Но это означает, что максимум на всей области не обязательно, что совпадает. Но здесь, может, не очень хорошо. Чуть тут стоять. Максимум. Точно так же про минус. Вот обратите внимание. Вот предыдущие утверждения, они использовали только тот факт, что дифференциальный оператор в точке максимум имеет правильный знак. Правда? А вот этот утверждение, про то, что максимум не стекается на границе, оно уже использует два свойства дифференциального оператора. То, что вы можете от лишения отнимать и добавлять в штангу. Констант. И вот уже видно, что если вы добавляете теперь к оператору с лагами нулевого порядка, да? То есть рассмотрите оператор на пласт у плюс у. То есть плюс минус у. Так? То вообще, говоря, это свойство. Уже будет что? Нарушено. Вот это на будущее плюс запомнил. Что это не безобидная штука на самом деле. Потому что это здесь прошло и совсем не означает, что пройдет дальше. Так. И еще одно полезное следствие из технических, а потом не технических, а более-таки заболевших. Значит, еще одно третье следствие. То есть пусть на класс у больше ребра нет F. Тогда максимум У на Омега не превосходим. Максимум У плюс на Д Омега плюс некоторые константы ценные вещества выпишем. На максимум F минус. Понятно. Значит, F минус это отрицательная часть. Понятно, да? Любая функция F записывается как F плюс минус F минус. Зачем модурию? Ну хорошо. Здесь добавить анучилосилистернил. Ну положить на 30 часть. Максимум между ни и нулем. Максимум между ни и нулем. Вот. Значит, теперь смотрите какая штука. Как это показать? Ну это чуть-чуть надо модифицировать то, что мы только что с вами сделали. На самом деле это такая простая технология, но ей лучше научиться сразу. Потом будет гораздо проще и более сложная вещь. Ну какую функцию В надо сказать? Надо так, чтобы все свелось к чему? Лаплас функции больше В равен нуля. Правильно? И мы сразу придем к тому, чтобы уже не доказать. Давайте попробуем этот пример. Что-то, наверное, у. Да. И надо так вычесть, чтобы еще и на границе было все. Хорошо. Правда? Ну, надо сначала вот с этим. То есть, наверное, минус максимум для омега у плюс. Я подозреваю, что сначала надо сбить ее значение на границе. Правда? Теперь дальше что надо сделать? Наверное, дальше надо добавлять. Почему? Ну, потому что нам надо, чтобы Лаплас оказался каким? Положительным. Правда? Для этого нам надо что-то такое добавить, чтобы функцию В победила. Ну, давайте мы вот этот максимум обозначим через букву Н. Тогда мы что добавим? Добавим Н. Так. Ну, чтобы это Н действительно выполнено, то, к чему она предназначена. Сделаем здесь х1 в квадрате. По праву, видите, х1 такая волшебная функция. Она не единственная такая волшебная. Тут разные авторы. Разные придумки. Да, кстати, я искал книжку, которая еще будет полезно вам. В основном, этот курс будет по книжке Димбер и Трудинге. Этические уровни я сейчас не позволю, потому не поэт. Но эта книжка, она достаточно объемная. Поэтому мы возьмем из нее только лекции и вещи. Но далеко не все. Какие-то вещи будут браться из лекций Крылова по пространству Димбер. Какие-то лекции будут браться, какие-то будут материалы браться из книжки Ярлова. Что-то будет браться просто из статей. У меня есть не данная хорошая статья Сахонова, посвященная качественные свойства решения. Поэтому... Но ориентироваться можно, в принципе, на книжку Крылова. Так. Ну и еще, конечно, будут выдаваться некие задачи со следующего раза. Ну, будете решать, конечно. А, значит, что-то надо там еще сделать. Ладно? Чтобы все, так сказать, кончилось благополучно. Надо что-то такое сделать, чтобы что-то не произошло. На границе не произошло, как беда. Правда? Надо здесь вычесть какую-то константу К. Ну и понятно как. Это просто максимум для омега x1 в квадрате по полу. Вот и все. Теперь, если посчитать от этого Laplace v, то вы увидите, что он будет выше 0. А при этом на границе полностью это будет меньше 0. Ну и значит, что v меньше 0 везде. Вот. Ну и теперь вы знаете, какая здесь константа c. Что это такое? Ну это максимум вот этой величины. Правда? Вопрос какой-то? Ну там беда не строгает, да? Больше не было. А, больше не было, конечно. Больше не было. Но вы уже доказали, что я выше 0 везде. Вот. Эта третья можно переписать чуть другой формы. И мы поймем, зачем вообще их надо. Вот все такие принципы, что чего они дают. Значит, а если бы у вас было равенство на классу равно f, то вы могли бы это третье следствие переписать так, что максимум модуля уной границы на области не было сходит максимум на другую границу плюс константа на максимум f на области. Ну пока мы считаем, что все очень хорошие, непрерывные характеристики. Вот. Отсюда видно, что если у вас правую часть, например, вы приближаете равномерно, то сразу же получаете равномерное приближение штанта. Решение. Видите какая штука? Вот. Сейчас мы увидим этого действия. Вот теперь давайте посмотрим на не такие просто банальные следствия, которые получаются такими банерами. Первое такое следствие это такое геометрическое наблюдение. Называется поверхность обращенной положительной гривизной. Здесь само понятие длиннее, чем на самом деле суть вопроса. «Поверхность обобщенной» и положительной. «Поверхность» и визы. «Поверхность» «Поверхность» и визы. «Поверхность» «нечто теперь будет В в в 2. На самом деле почти самое замечающее свойство этих выполняющей в в в в 2. У вас есть функция двух перемоток, заданная на некоторую область, область D, значит все это лежит на плоскости, вы можете нарисовать график этой функции, и получится какая-то поверхность. Будем пока считать, что это гармоническая функция, то есть Лаплас 0, а можно 0. И заметим такую очень простую вещь, что вот такая функция u-ax плюс b-y плюс c, это тоже гармоническая функция, правда? Потому что в этом операторе же производство какого-то, а? Значит, когда я это вычитаю, мне ничего не имеет. А что это означает геометрически? Что я делаю с графикой? Что это пересечение с чем и чем? Вот если я посмотрю, где u-z равно 0, это пересечение с плоскостью, правда? И я просто смотрю на плоскость z равно ax плюс b-y плюс c, правда? Ну давайте пересечем. Пересекли. Теперь спрашивайте, может ли так случиться, что вот множество, вот такое множество, есть какая-то связанная штука вот здесь? Не отдельные какие-то точки, да, расспросы? А вот именно связанный компонент внутри d. Или обязательно, если и есть связанный компонент, то он обязательно дотянется до границы. Вот можно ли, это знаете как простым языком говорят так, можно ли срезать с графика шапки? Ну на сфере так можно сделать. Ну на сфере так можно сделать, конечно. Но у нас гармоническая функция не связана. Вот можно ли срезать, ну понятно, у сферы можно срезать шапочку, ладно? А можно ли срезать шапочку вот здесь? То есть можно ли так провести плоскость, да, что вот отрезается такой штука такая сфера? Вот, например, вот так, вот так. Вот здесь будет там две, вот допустим, может ли вот так получиться, что будет две такие компоненты? Вот как я нарисовал. Ответ какой? Нет. Почему? Потому что, значит, вот в этой области было бы у нас у икс и берег. Ну вот мы рассматриваем ту пункту, в которой мы писали у него. Да. И там бы на границе мы бы тоже получили, что больше 0. Ну мы бы получили, что просто она должна быть тождественной 0. А у нас это ровно та область, где она строго больше 0. Видите, какая штука? Оказывается, что вот с графика гармонической функции невозможно никакой плоскостью срезать шапочку. Так, чтобы вот срезать шапочку. Вы обязательно либо дотянете до границы, а если у вас график был вообще на всей плоскости, да? То вот просто, в принципе, ну на всей плоскости надо будет смотреть еще на скорость убывания, например, этой функции бесконечности. Вот. Значит, эти поверхности можно... Значит, поверхности, из которых нельзя срезать шапочки такие. Они как раз и называются поверхности обобщенной, положительной, привязанной. Вот. Понятно, да? Поделим. Так вот, такие поверхности можно изучать без относительных гармонических функций. Гармонические функции дают пример, такой яркий пример. А можно изучать их просто. Пусть такая поверхность есть. Например, посмотрите. Пусть функция u от xy теперь уже необязательное решение. Задает такую поверхность на всей плоскости xy. Вопрос. Значит, какими свойствами обладают такие поверхности? Оказывается, есть что-то очень похожее на теорену любви. Вот если у вас был комплексный анализ, что-то допустим, вы там знаете, что там глобовная функция, да? Она там какой-нибудь может быть? Застегать не надо. Это сырое, ты читал. А как же правило? Застегать правило, что оно ограничено. А? Ограничено. Не может быть ограничено, да? Глобовная функция не может быть ограничено. Помните такую штуку? Вот. Она тогда обязательно чем-то становится? Скажем. Вот, кстати, мы сегодня это еще раз докажем. Вот. Спрашивается, а вот для... Ну, как вы знаете, гармонические функции, они часто связаны с глобовными. Правильно? Как они связаны с глобовными? Это просто мнимая и действительная часть глобовных функций. Так? Ну, это мы сегодня тоже чуть-чуть больше не вспомним. Вот. А будет иногда хорошее обобщение. Гармонические функции в то же время являются партнерские. У тебя звук поверхности обобщенного не может привезти. Давайте посмотрим вообще все эти поверхности, да? Не обязательно гармонические. Вот, кстати, вы можете такую поверхность придумать? Ну, какую-нибудь поверхность, с которой так нельзя делать? Нельзя срезать, чтобы были такие вот компоненты. От связанности ограниченных компонентов связанных. Понимаешь, какие-то были? Она плоскость как-то? Ну, плоскость как-то. Ну, плоскость как-то, конечно. Да. Ну, она гармоническая. Она плоскость. Ну, плоскость. Ну, плоскость. Ну, плоскость. Ну, перед ранней поверхностью, я думаю, а если не положить... Целинная граница... Как мы срезаем, но всё не бесконечно. Правда? Будет дотягиваться нелюбой границы ограничений, которую вы найдете. Код удивительной вещи. Оказывается, имеем такой факт, что если вот эта функция, вы посмотрите её максимум на границе окружности, и вот эта величина ведёт себя как умалая АТ. Ну, помните, да, что такое умалая? То есть она из тела умножка, а что-то стремяющаяся к нелю, когда это стремится бесконечно. Да? То тогда это... Ну, обязательно является поверхностью цилиндрической. Представляете, как хорошо? Тогда АТ обязательно является поверхностью цилиндрической, направляющей в цилиндр, параллельно плоскости цилиндра. И вот этот факт, это вообще тяжёлый достаточно. Теорема Адельсона... Адельсона... Ну, дайте лучше напишу. Гроши написать. Причём, это один человек. Вполне себе один человек. Кстати, он знаменит не Адельсона, а Минскон. М. Минскон. Это двойная фамилия просто. Адельсона есть. Можно ещё раз повторить, есть ли вот такая функция, то ли что? Если такая... Если выполнено вот это условие, и функция у является поверхностью в общенном предположениях и низы, то она может быть только цилиндр. С направляющей параллельной плоскости цилиндр. Интересно, что в высшей-высшей размерности это уже не верно. Вот. Это такое первое... Знаете, как забавно, да? Казан, ну, Принц-Махер, такая дешёвая штука. Да? Ну, как... Какие вот уже качественные свойства поверхности, которые с Гринками сходятся, можно увидеть. Это первый такой пример, когда работает Принц-Махер. Второй пример тоже очень получительный. Это... Это... Задача Дерехлим. Значит, задача Дерехлим... Вот такая. То есть, Лаплас У обмотаем, и У на границе В1. В1 это будет единичный шар. Это другое. Вот В и Ж это многочлен. Вот сейчас, если вы вспомните, ну или потом не вспомните, а потом узнаете, то вам существование решения задачи Дерехлим будет оказываться, ну, как, серьезным методом. Вам либо форму явную напишут для него, потом ещё будут её обосновки, либо ещё что-то будет с этим делать. А сейчас мы получим существование только используя Принц-Махер. Очень простой способ. Многочленов. А потом используешь Принц-Махер, да? Перейдём от Многочленов к Производной Принц-Махер. Вот смотрите... Во-первых, значит, мы тянем. Существует единственное решение, которое потом ещё является Многочленов. Не просто есть решение, но ещё и Многочленов. Значит, давайте мы докажем. Доказательство будет... Вот на самом деле... Попёлок... Заметим, что нам достаточно доказать такую, решить такую задачу. Достаточно разобрать случай вот такой. Ну, потому что Многочленов можно всегда вычислить. А для доказательства, что какое значение имеет решение, давайте рассмотрим оператор. Линейный оператор, который будет действовать из Многочленов. Значит, УП фиксированной степени. Ну, как n, как бы, знаете. Учленную степень. n-1. Да? Ну или r. Не путать, когда это с Развергнуть. Оператор зададим так. Значит, оператор вот... Х в квадрате минус 1, на Многочленов P. А, оператор, извиняюсь, A действует на Многочленов P. Это оператор Лапласа на вот такое выражение. Ну, понятно, да, что мы попадаем, опять же, на Многочленов в той же самой правильной степени. Правильно? Вот. Потому что оператор будет понижать. Либо этот углёт останется выражением P. Либо, наоборот, P понизится на дворечку степень. Останется x квадрат, да? А когда вы первое производное минус, то будет и здесь ненечко меньше степени, и здесь ненечко меньше степени. Поэтому образ оператора опять лежит в том же пространстве. Ну, не той же степени, а не больше, чем та же степени. Вот. МН это выражение не более, чем такой степень. Теперь давайте посмотрим. Это линейный оператор. Надеюсь, у него нет со мной. Вот. И давайте посмотрим ядро этого оператора. Ну, если этот оператор равен нулю, то перед нами гармоническая функция, равна границе чему-то. Ну, значит она только какая может быть? Ну. Значит, ядро этого оператора состоит из нуля. А мы с вами знаем из линейного алгиза такой замечательный факт. Что размерность ядра плюс размерность образа это размерность пространства. Помните такую штуку? Вот. А это означает, что образ этого оператора совпадает. Совсем так. Это означает, что я умею для всякого многочленов правой части и подобрать вам многочленов, чтобы оплассов был один. Понятно? Это красивое применение. Ничего как принцип Максу. Нули, 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 нули. Вот. Все понятно здесь, что ли? Что будет? Или есть вопросы? Хорошо. Значит, а... Дальше поехали. Следующее применение, это оценки Бернштейна. Значит, технологию Бернштейна придумали на самом деле не для того, чтобы гармонической функцией оценить. Хотя в том числе и для этого. А он как раз занимался поверхностями, вот таким вот, как мы сейчас обсуждали. И изучал их всякие свойства. Ну, требовались некоторые, так сказать, оценки для этого сделать. Но технология оказалась настолько полезной и настолько легко обобщается на общее уравнение, что она до сих пор используется. И иногда кроме этой технологии больше ничего не остается. Вот так. Значит, про что речь? Это тоже пока просто пример применения принципов. Значит, будем пока на полосоты считать, что у нас С гладкая. Гладкая. Гладкая на пусинамер. Потом мы увидим, что вроде как мы получаем результат при больших предположениях, но потом мы это отрываем и видим. И вот, что мы хотим. Мы хотим научиться получать оценки на производные функции. Вот мы знаем, что АПЛОСУ равно 0. Можно ли как-то оценить производные? Ну, и там, может быть, кто-то из вас даже знает, что есть какие-то оценки, что здесь делается. Вот отличный метод, как использовать принцип только, что принцип максимум, такие оценки получаем. То есть, обращаю ваше внимание, что в курсах, ну и вообще в книжках у вас вы найдете, как такие оценки получаются из явных формных решений. Но когда мы работаем с общим уравнением, никаких явных форм нет, форм нет. Вообще вы там это решение как себе не представите. Просто некая функция, удовлетворяющая уравнение. А вот Метбенштейн позволяет без всяких явных форм просто обычный принцип максимум выводить эти оценки. Значит, мы для простоты будем работать в такой ситуации. Вот у нас есть шар радиуса 2, вот и есть шар радиус 1. Значит, возьмем такую функцию Пси, которая будет... Значит, ценой бесконечность, это гладкая с компактным носителем. Такая функция, вот гладкая. Такая. Бесконечная гладкая, которая выходит на уровень. Значит, с таким свойством. Ну, мы будем считать, что Пси большего нуля. И Пси рождественно равна единице на b1. Ну, то есть, вот этот рисунок будет правильный, если я вот так сделаю. Вот такая функция. И давайте посмотрим новую функцию В, которая будет так. Это... Пси в квадрате умножить на сумму квадратов производных. Плюс лямбда умножить на плюс в квадрате. Значит, какова цель? Мы сейчас подберем число лямбда. Оно, кажется, будет зависеть только от Пси. Так, чтобы вот эта функция, вот эта функция, в этом шаре радиуса 2 оказалась... Шлоплас от этой функции оказался правильным знаком. Тогда она будет оцениваться своим значением над границей. Понятна фишка? По принципу максимум. Тогда она будет оцениваться над границей. Вот. Вот это придумал Бернштейн. Он придумал, что надо рассмотреть. Во-первых, что удивительно, хочется оценить отдельную производную. Оказывается, полезно оценивать все сразу. Второе. Не получится просто действовать вот так. Надо обязательно держать еще у квадрата с собой. Вот. Вот это догадка. Вообще, Бернштейн, он знаменит разными догадками. Вот вы наверняка знаете там, что есть аема о том, что всякую непривозную функцию можно приблизить к многочинам. Есть разные способы доказывать, но один из них весьма такой удивительный. Вот как раз многочинный Бернштейн, да? Надо сделать такую схему с подбрасыванием монетки. Схему Бернштейн. Вот. Взять случайное величину из этой схемы, Бернштейн. Отставить функцию f. Вот. Да? Помните? Написать математическое ожидание. Третье ожидание по форму будет невероятнее. Вот. Иногда окажется, что это невероятнее, так сказать, по увеличению числа и сопританий. Будет как раз в законе большей числе находиться на функции f. Вот это удивительно, удивительно, что человек смог так увидеть, да? Такая вот. Совершенно любая. То есть, потом уже знаем более большую науку, конечно, понятно, что да, это так выполняется, и не только так, понимаете, но... Ну, то есть, он человек очень любитель, да-да-да, на самом деле. Давайте посмотрим, действительно ли мы сможем такую гампу подобрать. Оценки Бернштейна будут нужны. Они обычно их не рассказывают в курсах, потому что считают, что они технически сложные, и все это можно изъявную форму как-нибудь включать. Но мы потом увидим, что вот эти-то как раз оценки легко обобщаются на случай общественного оператора. Давайте посчитаем оператора Лапласа от функции В. Что это будет такое? Значит, ну, это будет... Давайте для удобства вот эту штуку, W назначай, чтобы каждый раз сумму написать. Значит, ну, это будет W умножить на оператор Лапласа от Пси в квадрате. Я его даже считать не буду, что-то там только получится. Плюс 4. А теперь будет такая. Пси. И скаляну надо умножить на градиент Пси на градиент W. Значит, градиентом я все время буду обозначать. Значит, вектор сейчас-то производит. Вектор сейчас-то производит. Потому что на будущее не всегда это будет только сам. Вот. Значит, плюс. Плюс. Это пока я считаю Лаплас только вот от этого. Плюс Пси в квадрате на оператора Лапласа от другой В. Плюс лямбра на оператора Лапласа от У в квадрате. Значит, это я просто воспользовался, так сказать, правильным дифференцированием больше всего. Функцию умней обладкой, так как все можно сделать. Теперь давайте в отдельности посчитаем. Сначала, чему будет равен оператор Лапласа от У в квадрате. Это будет 2у в квадрате У. Правильно? Плюс. Что еще будет? Ну, это так же, как в страну производящей. Здесь никакой разницы нет. 2 в квадрате У? Конечно. Плюс 2 в квадрате У в квадрате. То есть сумма квадратов первых производных. Вот что у нас такое, на самом деле? Что у нас обозначено? Это как раз дубль В. Значит, это будет просто вот это 0, потому что в квадрате У в квадрате У в квадрате У. А это будет 2 в квадрате У. Так. Теперь смотрите, что вам еще надо посчитать. Надо посчитать градиент в квадрате У. Ну, давайте мы не градиент посчитаем, а х и в квадрате У. И ту из производных. Но это тоже несложно сделать. Это сумма по Ж. Двое, что мы можем вверх вытащить. У х житая. Х житая из квадрата. Просто по правой дефицции. И последнее, что нам надо вычислить. Атлас. Ну, мы вычислили уже одно производное. Поэтому у вас будет делик в квадрате. А у вас будет как вычисляться? Это будет 2 в сумму по Ж. У х и Т, х житая в квадрате. Плюс. Что еще будет? Будет еще, когда вот здесь будет 3 производника. Правда, сколько? Потому что это на самом деле будет что? Это будет житая производная, если по i теперь всё сложить, это будет житая производная операторного класса. Вы видели? Вот здесь. Когда вы сначала вот это продеференцируете, получится такое. А когда вы по i продеференцируете вот это и сложите по i, то вот здесь будет стоять d , вот d . И это будет. Поэтому всё. Вот такая красивая житая. Давайте посмотрим, что же в итоге. Что же в итоге? Пас B. Да. Первый мы пока оставим как есть. Давайте вот к этому добавим то, что вот здесь осталось. Здесь получится плюс 2 лямбда W. Правильно? Так. Теперь, что у нас от Лапласа осталось? W. Значит, это будет плюс 2 Пси в квадрате. Сумма по i по g, у икс и t и gt в квадрате. Так. А теперь что ещё? То, что вот здесь самое неприятное. Это вот это. Потому что, смотрите, пока что вот если бы добавки не было, то мы бы задачу уже решили. Это величина какая? Не отрицательная, правда? А здесь, выбирая лямбда так, чтобы 2 лямбда было больше, чем 2 Пси в квадрате, правильно? И зная, что W это какая функция? Это сумма квадрата, правда? Мы можем сделать это всё не отрицательной величины, причём лямбда будет только как Пси за месяц. Значит, нам осталось справиться только с одним. Осталось справиться вот с этим слаганием. Значит, давайте мы его распишем, что он из себя представляет, с учётом того, что там было. Это будет 8 Пси, а теперь я должен буду писать сумма по И, сумма по Ж, правда? Пси, икс, 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 икс. Вот теперь нам надо что-то с этим сделать. Ну а что с этим сделать, это на самом деле совершенно не сложно. У нас есть вот это слагание, которое сейчас самую непонятную штуку отсюда заберёт, правда? Значит, мы воспользуемся таким, у нас тоже важную роль выбирать такое неравенство для двух чисел. А на В не превосходит такой влечены. Эпсилон А в квадрате пополам плюс Эпсилон минус первый 2 в квадрате пополам. Эпсилон больше нуля, а В тоже больше нуля. Значит, понятно, да, как получилось из обычного неравенства среднего альфметического. Просто корень незаписела здесь поделить на корень незаписела. Вот. Теперь применим это вот к этой штуке. Что у нас получится? У нас получится такая вещь, смотрите. А Эпсилон потом подберём. Я пока вот отдельно напишу, что вот это будет такое. Это уж точно больше не должно, чем Во-первых, 2 Си в квадрате Сумма по хжи Ух и хжи в квадрате Правда? Вот я Эпсилон подберу так, что то, что у меня получится здесь, будет как у нас. Теперь, что ещё останется? А в кого оцениваете? Вот только вот это. Что останется? Понимаете, что останется? Квадрат этого, да? Множество квадрата этого, так? Ещё какой-то коэффициент. Ну я не знаю, какой-то там 32, я не знаю, какой-то, чтобы босиновку тут съесть. Правильно? Все понимают, да, что я делаю? Вот это появилось, появилось. Значит, вот у меня вот это А, а вот это В. Ну какой? А где равенство? А? Вот первое слагаемое неравенство это кто? Это А, да? Где? Ну вот минус 2, это кого-то у нас. Там минус. А там Эпсила. В каком? Ну как вы пишете, это минус вот той разницы, которая у меня на 50, правильно? Нет, понятно. Нет, я бы его снизу использовал. У меня был на минус, когда я его умножил на минус. У меня не должно быть Эпсилон нигде? Должно. Почему? Я выбрал, я выбрал Эпсилон так, чтобы здесь было 2. А, ладно. Значит, я Эпсилон выбрал так, чтобы здесь было 2. У меня лень выбирать. То есть через пол вечера выбирать Эпсилон. Минус какая-то константа С, это уже не важно какая-то, какое-то число фиксированное. На что? Смотрите, здесь стоит будет Пси в квадрате и У в квадрате. А номера у них какие? Разные, правда? По этим номерам суммируются. Но это означает, что это просто взяли 2 градиента и пеем должны, как положено. Каждый с каждым и слабым. То есть это будет градиент Пси в квадрате умножить на квадрат на градиент У в квадрате. А это у нас что? Другой В. Всё. Мы получаем с вами такую штуку, что квапласт В больше выбираем. Теперь Дубль В можно вынести за скобочку и оставится. Пси в квадрате. Минус С на градиент Пси в квадрате. Плюс 2 лянда. Всё это на Дубль В. Теперь выбираем лянду. Выбираем лянду. Кстати, заметим. Можно вот это всё? Успели уже? Значит. Выбирая лянду делаем, что это будет больше 1 0. Значит выбираем лянду. Теперь от чего зависит лянда? От Пси. Правда? По сути оно от чего зависит? Оно зависит от зазора на самом деле. Правда? А что было важно для функции Пси? То, как она спадает с одного шара на другой. Правильно? Вот у вас был шар радиуса 2. Вот здесь был шар радиуса 1. Что было важно? Как вы с единички вот здесь? Правильно? Съехали сюда. Соответственно, если бы вот здесь было не двойка расстояния, а какое-нибудь расстояние Д. Так? То у вас лянда было бы какого порядка? То лянда было бы порядка единицы на Д в квадрате. Правда? Ну, можно считать, что у вас сферически симметричная функция, а значит у него градиент такой же, как просто у него сечение. Вот. То есть было бы единицы на Д в квадрате. Это на будущее нам потребуется. А пока давайте поймем, что же мы получили. Мы получили следующую. Отсюда из принципа максимума мы делаем следующую. По принципу максимума. Можно спросить? Да. Почему градиент самый важный, а не от вас? А у него порядок, какой порядок у 2 производника? Ну, представьте, что вы эту функцию получаете сжатие. Да. Градиент будет какой-нибудь? Одна единица. Моплазм будет какой-нибудь? Единица на Д в квадрате. Так? Мы считаем, что мы эту функцию построили сжатие. Тогда это будет порядок единицы на Д в квадрате. И это будет порядок тоже единицы на Д в квадрате. Так. По принципу максимума. Что у нас получается? Получается, что V от X оно, значит, максимум V от X на V2 не превосходит максимум V от X на границе V2. А теперь поймем, а что же там вообще от этой V на границе V2 остается-то? А от V остается только ее второе слагаемое, потому что первое слагаемое, там где умножалось на V2. Помните, да, это функция? Оно зануляется. Значит, все, что вы получаете, это λ на максимум V2 на границе V2. Теперь, ясно, что от всей V здесь можно оставить только нужную часть. Какую? Часть градиента. И мы получаем такую оценку. Ну, извлекаем кое, у нас здесь везде квадраты и квадрат градиент. Получаем, что градиент функции U на V1. Почему на V1? Потому что только там psi у меня какая-то, единичка. Оцениваете через λ на максимум. Можно написать на всем V2, можно на границе V2. Но по принципу максимум это уже не очень важно. А функцию вот. Теперь, вот я получил оценку на V1. А теперь такая вещь. Теперь же я могу что сделать? Производная же функция является гармонической функцией. Правильно? Значит, я могу для нее что сделать? То же самое. Правильно? Вот. Опять производная, производная, опять является гармонической функцией. Значит, я могу опять то же самое так делать. И тем самым, ну правда, мне что пойдет сделать? Немножко шагов сужать. Правильно? Вот, действуя таким способом, мы подробности не будем вдаваться, потому что это уже технически ясно, что надо делать, и смысл переписывать именно одни и те же выражения, все или нет. Значит, верна следующая оценка. Следующая оценка. Я вот так ее в общем виде спешил. В общем, это так С samX. И все, я вам буду в общем виде спешил. Мы вам доказали только одну итерацию Модули Альфа это порядок производный То есть там стоит выложение Альфа это сумма Откуда здесь взялось вот такое деление на расстоянии до границы А помните, мы обсуждаем, чего лям независимо То, как спадает функция От единицы до расстояния Помните? Когда она зависела от единицы до расстояния в квадрате То есть до тех пор как раз получилось правильное соотношение Когда вы начинаете итерировать это по числу производных У вас как раз растет степень Понятно, да? А теперь вот из этого факта Очень много разных следствий А по сути из чего? Из принципа максимума Следствие Следствие В первых Двустолоний Тя ему не увидят Двустолоний Тя ему не увидят Если Если О ограниченной функцией Управящего раму Управящего раму Управящего раму То она может быть только константной Доказательства Вы смотри сюда Очевидно Почему? Зафиксируем точку Х А границу области Вверх шаг будем Правильно? Будем раздвигать Далеко Далеко Взяли Х И теперь границу области Начинаем Рядом Увеличим Что у нас произойдет? Максимум Как был так и остался Правда? А эта величина Она что сегодня? К нулю будет стремиться Значит получилось, что у нас производная просто ноль везде Ну все Значит функция у константы Понятно? Так Второе Что из этого следа не замечается Это опять вернемся к задаче деревья А потому что на самом деле Верна односторонняя теория Потому что достаточно, чтобы быть ограниченной только с одной стороны Но здесь по модуру Это вы с двух сторон Сверху и снизу Это и граммоническая функция Чтобы она оказалась константами А пока мы только более слабоим Наказание То есть если просто ограничить То константы На самом деле достаточно равно Просто с одной стороны Но это мы сейчас Когда нерависта ханата Буду послужить То же самое с помощью Следующее предложение Задача деревья Опять Давайте такую задачу Дереклепность Значит где ж Это непрерывная Можно считать на b1 Чертой функции Что такое b1 Б1 у нас был Это был шар То есть вы ее не только на границе задаете Ну это не важно Я ее всегда могу внутрь тоже продолжить Функцию на границе Вот когда граница хорошая Мы всегда можно считать Ограничением хорошей функции везде Но это граница Вот если граница плохая Тут же неверно А вот если граница шара То это хорошо Вот Утверждение Существует единственное решение Существует единственное решение Доказательства Смотрите Мы знаем Что если g многочлен То решение есть Правда? Берем многочлен Который Равномерно Представляет Функцию g Ну такие Есть Что мы тогда знаем? Мы знаем Мы знаем Что По принципу максимума Это соответственно решение gm и gm Вот такой максимум на b1 Он превосходит Он превосходит Чего? Максимум значений где? На границе Ну можно считать что А это стремится к чему? К В Понятно да? Почему так Это стремится к выру Значит у n и m они фундаментальны Правильно? На b1 Равномерно Сколько? Теперь Если мы отойдем От границы На внутренний Всядем на какой-то внутренний шар b То из-за этой формулы Мы получим что? Что на самом деле Максимум На вот этом шаре b Максимум производных Оценивается Констант Которая зависит от зазора Вообще На максимум А это стремится к нулю Значит на каждом внутреннем шаре Последность этих функций Вместе со всеми своими производными Сходятся что? Равномерно Значит они сходятся к функции Непрерывные на всем шаре А внутри этого шара Еще и вообще цель бесконечна Поэтому мы с вами доказали Не только существование этой задачи Но уже понятно, что если с производными сходятся Павлоклассовыми трубными функциями Мы доказали, что у этой задачи Существует решение, которое цель бесконечна Внутри шара b А значит мы с вами Доказали, что всякая гармоническая функция Это функция цель бесконечности Почему? Потому что если вы взяли какую-то гармоническую функцию Если вы взяли какую-то гармоническую функцию Где там? На какой-то области Аметра Берете теперь шар Внутри этой области Ну, не важно, что он был единичный Там от этих Из него может еще чего угодно Берете шар Ставите задачу До банальности А у этой задачи Функция решения Обязательно внутри этого шара Что цель бесконечна Так можно сделать для любого шара Значит, когда я оценивал производ Предполагал, что гармоническая функция цель бесконечности Это было не излишество Так оно и есть на самом деле Поняли? Можно сказать Почему? Единственное будет решение А по принципу максимуму Если вы разность решения возьмете Это будет будет инструкция Я, кстати, это нигде не обсуждал Но и в предыдущем случае Это то же самое Единственное решение Потому что на границе Разность решений не было Вот Это такой Очень Красивый пример Того, как вообще Работают Вы понимаете Для чего говорим принцип максимум? Ну, смотрите Сколько мы из него вытащили И совершенно реально вытверждили Только решим одни Значит, если мы теперь возьмем Деференциальный оператор Которому есть принцип максимум У нас есть большие надежды Что мы все это же самое Про эти Решения сможем что? Вытащить Правильно? Теперь Из принципа максимума следует Еще одно Замечательное свойство Это так называемое неравенство Харнака Мы с вами сейчас Уведем все На таком совершенно Простом примере Оператора Лапаса И проходим на самом деле Почти весь курс Но мы, конечно, не будем Повторить Оценки Бернштейна Для общих и равных Достаточно Чтобы вы видели Как это делается Вапас Чтобы каждый из вас По-небольшому 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 Уважаемое По-небольшому Уважаемое По-небольшому Уважаемое От этого расстояния А где именно центр Располагает Этих шелков Неважно Поняли на что сказал Значит От С Зависит только От радиуса Но не зависит От центра И От радиуса В данном случае Зависит только Что От этого расстояния Вот Ну спрашивается Какой-то Ну и что И чем Хорошо Это не нравится Оказывается Оно много чем Хорошо Оказывается Оно много чем Хорошо Во-первых Из этого не нравится Сразу следует Что у функции У Либо Вообще Нет нули Либо Она Правда ли? Вот Прежде чем Вообще Обсуждать Всего Следствие Либо У Тождественной Ноль Либо Либо Строго Больше 0 Правильно? Почему? Ну В 1 В данном случае Потому что Если она вольф В какой-то точке То во всех остальных Оно тоже 0 Вот Вот Всего Это не нравится Второе Приложение Второе Приложение Для Эстахармака Это Сильный принцип Максимум Что Говорит Сильный принцип Максимум Максимум Внутри То есть На Внутри То есть Если Лаплаз У На Внутри То Эта функция Может быть Только Констант И Это Ровно Та задача С которой Мы начинаем Сегодня Правда Приложение Что Это Шахтная Доска С правилом Что Каждая Есть Средняя Критическая Соседия Это На самом деле Просто Операторы Волоклаза Записывают Разные Схемы Сделан Фиксированный Шаг Все Производные Приблизили Дифференциальные Разности Вот А вы запишите Операторный Лаплаз У вас Получится Ровно Такое правило Что У вас Значение В середине Криточки Равно Среднему Альфметическому Значению Соседия Это Просто Обобщение Задачи Почему Он сильный Потому что Раньше Мы просто говорили Что Максим Вообще Достигается На границе Мы не утверждали Что он запрещает Достигаться Внутри Может быть там и там А здесь Говорит так Что если внутрь Тогда это только констант Давайте подумаем Как это можно Доказать Используя Да Мы из минимума То же самое Естественно Максимум То же самое Но То же самое Как это можно Доказать Используя Нерависта Харлака Вот Нерависта Харлак И ту задачу Которую Которую Так Если из функции У Отдать Функцию В Это То это Функция уже Заветом Как Не отрицательная Забава Да? Вычеты Менее Меньше Оказывается Нет Видите Не отрицательнее стало Вот Но Еще Все равно Осталась Какой Романическая 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 Так Еще Замечательно Она Не отрицательная А в этой точке Она 0 Применяем Неравенство Харлак Что у нас получается? Везде Теперь И так Покрываем Эти мышами Получается Какая-то цепная Экция Задачи С ключ Доскоп Третье Везде Забавно Да? Вот Все поняли Да? Хорошо Третье Следствие Третье следствие Его Иногда Называют Второй Теоремой Харнака Видимо В те времена Когда Харнака Придумывал В 19 веке Видимо Считалось Существенным Это не убывающие Последования Монотонные Ну Эти функции Конечно Германические Вот И про них известно И У У Р От Х В какой-то Одной Точке Двуномерно ограничено Значит Что мы имеем Есть Область Это все на области Омега У вас есть Последователь Гармонических функций В каждой точке Они выстраиваются В такую Разрастающую То есть Ну Что это такое Просто Вот они Другодушками Сядь Правильно И В одной Точке Их Прикололи Чтобы Они Не рвались Бесконечно Утверждение Тогда У Эмли Сходится Равномерно К функции Которая является Германической Ну конечно Вы понимаете Что это еще очень далеко Вообще Сходить Таково Конечно Монатурить это хорошо К пользу Сходить Но Они мало того Что сходятся Они еще очень хорошо Сходятся И на самом деле Как мы теперь понимаем Они еще Будут вообще Сходить со всеми Производными Это какая-то Теория Вот знаете Есть комплексы Теория Теория Потому что Голомовные функции Которые сходятся Равномерно Внутри Сходятся Со всеми Чем только Можно Со всеми Сходятся Равномерно Вот Для этих функций Это то же самое Ну как Будем доказывать Это Теперь просто Немного Дешевого Удерживания Ну Почти Смотрите То Что они ограничены В одной точке Неравенство К равна Продает Что То Что они Во всех Точках Правда Если Было то же Посредство Ограничено То есть У нас Имеет место Поточное Сходимость Теперь Небольшое Отступление Они Поточно Сходятся В некоторой Функции Эта функция Локально Будет даже Ограничена Правда? Потому что Они сами Все локально Ограничены Ну и маленькое Замечание Эта функция В обобщенном смысле Будет улетать Что это означает? Вот Для этой функции Лаплас Фи На Ограничена Будет Ограничена Для всякой Фи Смертой бесконечности Заметы Ну это понятно, да? Фи зафиксировал Здесь Могу Придеть Придел А для того, что это верно Для обычной Уэринг Это просто потому, что я по частям Приделил Понятно, да? По частям Приделил Ну если кому не понятно То смотрите В многоменном случае После того курса У некоторых остается мнение Что в многоменном случае Все настолько плохо Что Можно Все остальное Можно делать только в ознамене Значит В многоменном случае Можно Ну в ознаменном Есть такая форма Что Ф штрих На Ж Это Минус Ж штрих Ну и те, кто не на 2 сдавал Матан Они еще знают, что там надо что-то давать Правда? Но А те, кто на 2 сдавал Но Пережил семестр И начал дальше То они знают, что если Функции f и g равны нулю На концах отрезка То не надо ничего добавлять Правильно? В многоменном случае Все то же самое Вот Вот Если Одна Даже не надо, чтобы обе были равны нулю Надо сказать, чтобы одна равна Вот так Одна функция равна нулю Видите? r На границе области аминь То работает точно такой же принцип Производная гуляет туда-сюда Только минус не забывает Нет Вот так здесь 2 2 производные Минус превращается в плюс Вот Получается, что для u выполнено вот это равенство А Тогда отсюда можно сделать вывод Что на самом деле u это обычная гармоническая функция Почему? Значит Это немножко лежит в сторону от у То есть На всякий случай Это полезно Узнать, что мы так делаем И так Главное лекция Наверное Сейчас сделаю Можно осмотреть такие Свертки Свертки Значит Вот здесь Взять e Что такое Свертка Помните Седового соединения Значит Берется такая Берется обычная функция А потом Пишется так Эпсил степени d А здесь y разделить на Эпсил Вот Вот это будет Омега-Эпсил А сама Омега Это была функция С таким свойством Она была Неотрицентная И интеграл от нее был Идиниц Вот такие Свертки Они хорошо Наверняка Были на мотанализе В конце Какого-нибудь Семестра Это обычно Рассказывают Видите, кто это Увидел Ну отлично Видите Значит эти Свертки Они сходятся Функции Эпсил Вот А мы с вами По этой Свертке Много знаем Гладкие Функции Причем Они гармонические Почему? Если Обозначить Уэпсила То Ваплаз От Уэпсила Это все равно Что взять Ваплаз От чего? От Омега Правильно? А взять Ваплаз От Омега Он Получится Семейство Функций Гладких Которых Хорошо Сходятся Функции Значит Это тоже Гладкие Функции Это еще не Строгое доказательство Надо аккуратно Проверить Что действительно Эти будут сходиться Как положено Что все будет Так сказать Как положено Вот Но Зачем я все Затею Затем Что она будет Решением Во мнение В общенном смысле На самом деле Она становится Тучей Внутри области Гармонической Функцией Значит У вас Здесь Стоит Уже какая функция? Непрерывная Да? Точно Она гладкая Она даже непрерывная А у нас есть Теорема Дима Которая говорит Что если у вас Последствия непрерывных функций На компакте Монотонных В каждой точке Сошлась Непрерывная функция То она это сделала Не просто Такая равномерная На этом компакте Помните Такое страшное Утверждение Наверняка вас Не пытали Такую Семинар Видимо Шардак Он знал Такую Вот Значит Вот Помните Такую штуку Есть такая штука Что на компакте Если у вас Поточные Если у Монотонные Сходились Теперывные функции Непрерывные функции На самом деле Сходились на эту Конфорцию Наверное Вот Значит Третье Средствие И четвертое Средствие Односторонние Теремы Улицы По Улицы Не доказывайте Да Можно спросить Да Почему У Производные Будут Уникальные Сначала Она Сама Должна Оказаться Какая-нибудь Ограничная Сходность Вам Достаточно Достаточно Оказать Чтобы Улицы Могинные Призвольные Нет В косингу Делают Так Сначала Сходимость В таком Тепе Потом На самом деле Минсей Сходимость В любом Легко Из этого Получится Что На самом деле Есть Тепе А А После того, как до каждого момента мы сходим, вот htm процентов, то есть максимум призлона, чуть максимум функции, дадут сразу сходиться в пункт. Понятен, да? Из того, что у по крайней мере ограничены в пункте, они сходятся в достаточно высоком ип. Но я специально не хочу это делать, потому что это надо чуть-чуть другое делать. Но просто сам порядок такой. Сначала мы сходимся в ип достаточно большого края, это сразу равномерно исходим из того, что есть оценка. А потом это поднимет это всё дело в оценку сразу равномерно, сразу расходимся из того, что есть оценка. Значит, четвёртое следование. Односторонняя теорема нуля. Если у в классу равномерно, у большего нуля, то у констант. Ну, доказательства. Вы дали сами. Как из нерависта Харнака, это доказательства. Но опять, она больше равного нуля, но если у неё минимум, инфин, не ноль, то мы его сдвинем. Так, чтобы было ноль. Так. Теперь, для любых двух точек выполняется вот эта вот нерависта Харнака. Уже во всём равномерно будет не быть двух точек. Это константы целей, но на самом деле явно можно выписать. Это 3х степеней длинницы. Вот. Значит, ну, если шар выбрать правильное соотношение радиусов. Вот если один радиус, то три раза больше того, то две, то есть пять. Ну, когда было выводить, вы это увидите. Вот. Но эта констант только от Энерависта. В данном случае. Если вы берёте любые цилики из всего этого. Теперь. Берём последовательность у Энерависта. Такую, что у от Энерависта стремится к ум. По конфинаму. Потому что есть какая-то последовательность, которую мы принимаем. Ну, всё. Значит, у от Х. Понятно, да? Вопрос какой-то? Значит, смотрите. Это односторонное состояние. Теперь. Значит, ещё есть один момент. Такую. Такую. Сейчас. А мой Харманд знал, что обобщённая гармоническая функция это гармоническая функция? Нет. Это очень давно. Ага. Я не знаю, знал ли он в точности. Делал ли он в точности вот так? Это я не знаю. Это просто мне с первого гола пришло. Я вот это сказал. Как бы я ездил. Я получил поточную сходимость. А дальше, зная, что предельная функция в общеном смысле является гармонической. Кстати, это вообще общий факт. Очень интересно. Называется гипоэллиптичность оператора. Вот возьмите дифференциальный оператор с гладкими коэффициентами. Естественный вопрос. Вы рассматриваете его решение в таком общенном списке, как я написал. Будет ли это классическим решением? Будет ли это решение в классе бесконечности. Вот для оператора Лапласа это так. Он гипоэллиптический оператор. Еще есть целая сеть операторов, в которых это так. Там есть теория Хюрмандера, который это описывает. Такие операторы, какими свойствами они должны обладать, чтобы поднимать любое решение, в общем, сразу в классе бесконечности. Обязательно. Не, обязательно. Совершенно обязательно. Там должны быть правильные соотношения. Вот. Значит... Нет, там как раз все достижения. Понимаете? Потому что здесь постоянно, это не очень сложный факт. Вот. Теперь смотрите. Давайте маленькое отступление сделаем, чтобы мы, наверное, на это закончили. Значит, маленькое отступление такое. Мы говорили про всякие как теории проявления, что комплексные эти. Вспомнили такую теорию, как основная теория МАУ. Помните? Основная теория МАУ. Вы можете спросить? Да. Вот. Посмотрите, у вас там... Сейчас. У вас же там важность, что между Х и У есть зазор, правильно? Да. А вдруг оберегальные сходят с Курсом? Нет. Мне не важно, что у вас есть зазор. Почему? У вас же константа зависит. Нет. У меня константа... Смотрите, у меня же был К. У меня функция была гармоническая на большом шаре. Да. Несколько он близкий. Нет, да? Здесь немножко нехорошо, потому что я так и не доказывал неравенство, я не указал точно, от чего С зависит. Вот. У вас приходится мне пока верить, что оно не зависит ни от чего. Вот. И поэтому, я переходя к пределу, у меня не возникает безобразие в том смысле, что вдруг С эти начнут расти тоже куда-то, да? Вот. Но это мы закроем этот зазор и однокажем, наверное, с хана. Вот. А, значит, основная ТМ-авнум. Но это помните, потому что там... Вообще, твоя обо мнение решается. Да? Очень оптимистично. Знаем? Потому что если у вас есть прогрессионный инвеститель, у него обязательно есть Курс. Понятно? А, значит, как её доказать при помощи... Чего? Ну вот, при помощи, например, ТМ-рюли. Для нормальнических функций. В том числе, иначе просто из принципа максимума. Такое, у нас ещё забавное приложение. Потому что в основном тебе можно ещё и так делать. Не только нам давность задача, но иначе. Нужно рассмотреть единицы на это. Ну конечно. Единицы на это не начнём. Это целая функция. Правильно? Её действительная часть это гармоническая функция. Правильно? Но эта функция ещё и на бесконечность к нулю стоим. Значит, это ограничено. Значит, она констант. Ну, к нулю стоим я сейчас констант только одно. Ноль. Вот. Получилось по-человечению. И вот нулю не может никак. Понятно, да? Такое забавное приложение. Но то же самое мы могли бы здесь и с тяймой убили для главного функции. Вот. Здесь видите, здесь вся наука очень похожа. Теперь, смотрите, задача. Мы на этом сегодня уже ничем больше не будем походить. Потому что всё уже вышло. А вот такая задача. Мы тогда говорили о поверхностях обобщенной недоложительной кривизны. То сформулировали тяймом. Потому что вот если максимум вот такой вот. Если у него мало на тяймой, то тогда нам эта поверхность, это только что цилиндрическая, да? А вот второй такой вопрос. У нас же первый пример таких поверхностей был какой? Это были гармонические функции. Правильно? Так вот вопрос. Если я ещё дополнительно знаю, что у, а у, нулю, нулю. По пласту раннюю. И всё происходит в R2. То что можно сказать про то? Что можно сказать про то? Так, значит, давайте в следующий раз что будет. В следующий раз мы докажем неравенство Харлака двумя скосами. Один это будет метод Бирнштейна. И тем самым окажется, что неравенство Харлака в случае, когда оператор гладкий, кстати, как оператор Вапласа, да? Всё можно вывести, вот почти всю науку можно построить исходя только из принципа Максуса. А другой способ это будет теорема о среднем. И вот там мы заметим замечательную вещь, что оказывается для доказательств неравенства Харлака достаточно только не самих теорема о среднем. Теорема о среднем, то что значение в центре шара совпадает со средним значением по шару, да? Очень естественное стационарное состояние, очень естественное дело. Вот, а мы заметим, что достаточно неравенство. И вот потом, когда мы будем делать это для общих операторов в более сложных ситуациях, мы будем видеть, что можно делать так, можно попытаться получить аналоги Теорема среднего, а из них сразу произвести Харлака. Вот. А в другом случае можно потребовать очень гладкий коэффициент и будем произвести неравенство Харлака из оценок Бирнштейна, прямо из принципа Максуса. Вот. Значит, вот мы в следующий раз закончим с оператором Ла-класса. И еще, я надеюсь, в следующий раз пообсуждать в принципе, какие дифференциальные операторы уже общие. Вообще, какие операторы могут удлицать принципу Максиума в пылице. Вот. Ну, что значит в принципе, что мы пользовались самым важным во всем принципу Максиума? С чего началось следить? Что в точке локального Максиума значение оператора должно быть какие-то? Неположительное, правильно? Вот спрашиваются, а какие вообще линейные операторы на функцию? Такому свойству удлицать? Ну, неожиданно себя выяснить, что никакими другими, как вот эллиптическими операторами второго порядка, они быть, они могут. Вот. И тем самым, мы, так сказать, полностью ограничиваемся вокруг этих операторов, которых принцип Максиума, и мы продолжим их изучать. И сегодня всё. То есть принцип Максиума выполняется такой предмет? Ну, не для эллиптических, а для неотрицательных. То есть неотрицательный, главное, матрица может вырождаться. Но она вообще должна быть неотрицательной. А так вид, да, это вот оператор второго порядка, эллипциальный оператор второго порядка. То есть всякие операторы проводятся эллиптическими? Ну, вот если такой локальный представитель выполняется, как я скажу, что в точке локального Максиума правильно знаем. А вот эту задачу мы хотим найти в битве? Да. Указать себе такие. Их не так много. Книгу здоровых. А у тебя что, махом? Я не знаю. Недавито. Ты хватит. Не пугаю. Не пугаю. Там есть видео в этом видео? Не хватит. Там тоже не пугай. Не, читай, хватит. Собственно. Не, решай, решай. Вескры сделал? Я, не знаю. Не, 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 не. Спасибо.